Здравствуйте! Мы продолжаем разбирать вторую часть темы Impossible to Possible. Перевод следующих абзацев. We stop thinking big. Мы перестаем думать глобально. We stop taking on challenges. Мы перестаем браться за трудные задачи. Мы перестаем бросать вызов. But we are made for challenges. Но мы созданы для этих трудных задач. As human beings, будучи человеческими существами, будучи людьми, just physically, даже просто физически, we evolved, мы эволюционировали, развивались to meet and meet big challenges. Для того, чтобы отвечать, для того, чтобы браться, выдерживать, справляться с этими трудностями. Our ancestors, наши предки, had to fight and hunt and run. должны были сражаться, охотиться, бегать. And they had a lot of tough physical challenges they had to face constantly. И у них было очень много трудных в физическом плане задач, с которыми они сталкивались, должны были сталкиваться. had to, had to, это оттенок должествования, должны были в фейс сталкиваться постоянно. So, our bodies are made for that. И наши тела поэтому конструированы, сделаны для такого, для таких задач. So, when you just sit around, когда вы просто сидите, and everything is super easy, all the time, и все вам дается очень легко, постоянно, все время, all the time. Our bodies, наши тела, get sick, становятся немощными, and fat, и толстыми, and diseased, и больными, and all kinds of terrible things, и всякого рода ужасные вещи, happen, происходит. Because we are not challenging our bodies. Потому что мы не напрягаем физически наши тела. Well, the same thing happens to our mind. То же самое, the same thing, то же самое happens, происходит to our mind, с нашим разумом. Our psychology, с нашим психологическим состоянием. Our emotions, с нашими эмоциями. If we are not challenging ourselves. Если мы не беремся за какие-то трудные задачи. If we are not facing things that seem almost impossible. Если мы не стараемся сталкиваться, не стараемся противостоять вещам, которые кажутся почти невыполнимыми. Then we lose a lot of our enjoyment. И тогда мы теряем большую часть нашего удовольствия, нашей радости for life, от жизни. A lot of our life energy. Много нашей жизненной силы. And our passion, и наша страсть, наши эмоции drains away. Ослабевают, исчезают. We don't want that. Мы не хотим этого. Итак, если такое произошло с вами. The good news, хорошая новость заключается в том. You can change it. Вы можете изменить это. And get it back. И вернуть это. If it hasn't happened to you. Если это еще с вами не произошло. Great. Замечательно. I'm going to challenge you now to increase it even more. И я собираюсь тогда преподнести вам более сложную задачу, бросить вам вызов, чтобы вы сделали эти эмоции еще больше. Увеличили это to increase it even more, еще больше. Следующие абзацы. So, the first step is you've got to start dreaming bigger, thinking bigger. Итак, первый шаг, который вы должны сделать, это вам придется начать мечтать глобально, вернуться к большим мечтам и думать глобально. So, let's get very practical. Давайте будем очень практичными and specific. Specific в данном случае конкретными. The first thing I want you to do. Первое, что я хочу, чтобы вы сделали, is get a journal or diary or a piece of paper. Чтобы вы взяли журнал или дневник или просто какой-то листок бумаги. And I want you to sit down. Я хочу, чтобы вы сели and just remember some и просто вспомнили некоторые of your old crazy dreams, из ваших безумных мечтаний, стремлений, желаний в прошлом. That you had, которые у вас были when you were younger, когда вы были моложе. And that could mean, и это может означать a year ago, год назад, or five years ago, или пять лет назад, ten years ago, десять лет назад, just through your whole life, просто на протяжении всей вашей жизни. Things that you always dreamed about doing. Вещи. То есть он продолжает мысль выбрать вещи, которые вы всегда мечтали сделать. I read this recently. Я сам сделал это недавно. Let me give you some examples from my own life. Позвольте привести мне для вас некоторые примеры из моей собственной жизни. One of my first dreams, одно из моих мечтаний, одна моя мечта, первая мечта, это было Открыть мою собственную школу военных, не так мы говорим по-русски, мы говорим, единоборств, типа карате. Because when I was in the middle school, потому что когда я был в школе, в средних классах, I was really into karate. Я очень увлекался в карате. And I loved it. И я был влюблен в это. And I had this amazing teacher. У меня был восхитительный преподаватель, учитель, who was just a super amazing teacher. Он был просто супер восхитительным и role model, то есть ролевая модель, то есть тот человек, которому он хотел подражать. And a great guy и прекрасный человек, who really influenced me, который действительно влиял на меня a lot at that time. Очень сильно в то время. Tough time in my life. В то трудное время в моей жизни. Like it is for most people. Как это бывает и у многих людей. Имеется в виду, что возраст, когда ему было трудно. Такой подростковый возраст. And so that was one of my dreams. Итак, это была одна из моих мечтаний. Так, сейчас мы немножко передвинем здесь. And then I kind of stopped doing martial arts. И потом я практически перестал заниматься единоборствами. And I kind of... Я как бы just went away. Как бы ушел от этого. But that's one dream. Ну, это была вот такая мечта. And I wrote it down. И я записала ее. You know, martial arts school. Be a martial arts instructor. Вы помните, что это школа военных... Школа единоборств. И быть инструктором по единоборствам. And it's still... И это все еще... It's always been back there. Это все еще как бы в моем подсознании. Even though... И хотя я stopped training, перестал тренироваться... I haven't done it in decades at this point. На настоящий момент, то есть в данной временной точке, я не занимался этим. I haven't done it. В течение нескольких декад, то есть это долгое время. And still was always in the back of my mind. И все же это, имеется в виду, это мечта, была всегда где-то на задворках моего разума. In the back of my mind. Итак, мы закончили разбирать вторую часть. Продолжение в следующем видео. Оставайтесь с нами. Успехов вам в изучении английского и во всех других сферах вашей жизни.